С наступлением осени, как никогда, актуальной темой становится профилактика детских простудных заболеваний. Каждую маму волнует вопрос, как их избежать вообще или минимизировать длительность и интенсивность простуды. Сегодня на первом месте в списке осенних недомоганий стоят, конечно, острые респираторные вирусные инфекции. Даже банальная простуда может доставить массу неприятностей на фоне полноценной жизни здорового ребёнка. Першение в горле, заложенность носа, слабость, тяжёлая голова. На восемь и зимний период, наиболее часто, конечно, это заболевания лорорганов. Таотиты, гаймориты, синуситы различные. И также заболевания бронхиты, фарингиты, трахииты, то есть заболевания органов верхнодыхательных путей. А если уже заболели, то это самые у нас методы лечения, то, что у нас применяется, это ингаляции, ультрафиолетовое облучение, так называемый кварц, на роде называют. Ну и с филиотерапией тоже она помогает. Физиотерапия, она обладает не только лечебным эффектом, но и профилактическим, потому что физические факторы, они способствуют нормализации гормонального гуморального фона в организме и способствуют восстановлению защитных сил организма. Поэтому особенно подъём, да, вот этих простудных заболеваний, заболевания лорорганов, она очень актуальна. Тарья Хинко, мама маленького Димы, каждый раз приходит на помощь своему сынишке и приводит его на физиопроцедуры. Ведь они не только помогают избежать простуды, но и укрепляют его иммунную систему. Женщина понимает, что именно профилактика – это залог здоровья. Я за профилактику. В данный момент мы лежим на обследовании для того, чтобы предотвратить дальнейшее развитие каких-то инфекционных заболеваний в осенне-зимний период. Это имеет большое значение в укреплении иммунитета, респираторных заболеваний, вирусных, бактериальных. Сейчас, в данный момент, мы проходим спелеокомнату. Я считаю, что это имеет большое значение и поможет нам в укреплении нашего иммунитета. Сегодня в Брестко-детской областной больнице активно работает отделение физиотерапии. В его составе находятся кабинеты электролечения, теплолечения, массажем, ингаляторий. Есть и соляная комната. Вот именно она пользуется большой популярностью среди маленьких пациентов. Воздух, насыщенный соляными ионами, стимулирует детский организм самостоятельно бороться с инфекциями и вирусами. Не уступает по популярности и процедурам рефлексотерапия. Рефлексотерапия – это древнейший способ лечения и профилактики болезней. Основными эффектами, которые обладает эта процедура, являются обезболивающий, сосудорегулирующий, седативный, спазмолитический, общий укрепляющий, десенсибилизирующий, отхаркивающий и еще много других. Суть метода заключается в том, что мы производим иглоукалывание классическое в биологически активную точку, в которой сосредоточено скопление нервных окончаний, сосудистых пусочков и всего остального. Благодаря этому оказывается эффект системно на организм. Осень – это не только время королевских цветов и шелестящих листьев, но и вызов нашему здоровью. Поэтому не забывайте, что лучшее лекарство для нашего организма – профилактика. Позаботьтесь о своем здоровье и наслаждайтесь уютом осенних дней. Продолжение следует...